Значит, это разбавитель для масляных красок, не водичка, это разбавитель. Если необходимо помочь кисточку, ты вот так макнешь и об тряпочку, в качестве аптира, будешь очищать кисть. От цветов. От цветов, да, для перехода одного к другому. Значит, забираешь белила, расталкиваешь их с влагой, добавляешь цветики. Голубой. И вот так. Смотри, какой угол наклона кисточки. Не торчком входишь, а именно лежачей кисточкой. Заштрихуешь весь толстик. Хорошо? Весь? Весь. Полностью весь. Ну, заодно познакомишься с масляной краской. Это как фон, да? Да. Вот, ну, немножко познакомился с краской, да? Да. Это ты первый раз с этого, да? Вообще. Вообще первый раз. Ну, молоча, голубой. Я не брал кисть вообще. Количество краски главное держишь, не сухотеришь, не разжижаешь слишком. Это важно в масляной живописи. Если возникает необходимость начертить ровную линию, ставишь на ребро, фиксируешь мизинец в крайнем положении. Посмотри. Подбираешь в руку так кисточку, чтобы длина подходила ее. И прочерчиваешь. С учетом того, что мизинец убирается в край холста. Для удачной борьбы с рисунком, а здесь есть рисунок качества фигуры женщины, ты будешь использовать тот же синий. Почему? Наберешь сначала силуэт штрихом поперек. То есть ты поймаешь в первую очередь высоту фигуры. Затем встанешь из вертикали расходиться в стороны, пытаться угадать силуэт. Видно, да? Вдруг ты ошибся. Сделай, допустим, слишком большую фигуру. Берешь палец и подтягиваешь фоновую красочку на фигуру. Видишь? Поправимо, да? Держи. Еще раз берись, где камушек стоит. Где кустик. Пойдем дальше. Ну, немножко смотрю. Ну, освоился, да? С пальцем. Да, да, да. Уже что-то как-то. Хоть что-то уметь. Ну, да. Смотри, еще гуще белило. С этим же штрихом, который ты освоил. По ребру неба. Самым светлым его проявлением. Облако. И смотри, что штрих имеет такое направление аналогичное направлению света. Понял? Да. Это для того, чтобы подчеркнуть еще касание света сверху, справа, вниз, лево. Так. Ну, давай фигуру. Вот после такого первичного наброска ты можешь взять небольшую кисточку. Ну, немножко уже с уточнением. Красный, желтый. С коричневым тоже. Личико имеет что-то вот такое оранжевое в себе. Правда? Есть он? Есть. То есть мы сейчас ее будем разглядывать более детально, заодно уточнять. Вот. Дальше. там у нее есть глазные впадины. Пока даже без носа, чтобы не мешал. Просто одной полосой, а затем и носик. Насколько размер кисточки позволит, постарайся там по моим следам ощупаться. Хорошо? Прежде чем перейти в совсем маленькую, мы должны максимальный ресурс вот такой кисточки использовать. Плечо тоже имеет в себе что-то красно-желтое. Обрати внимание, что я штрихую по цилиндру руки. не вдоль, а именно по цилиндру. То есть краску я уложил кистью вдоль, а в конце пальцем немножко разбил поперек. Да, потом будет еще меньшая кисточка. Вот здесь, где синяя, там нужно превратить в красное, коричневое. цветочек у нее в руке, посмотри. Есть, да? Можно даже с листиком вот так. кисть белила. Красный, кадмий. Кадмий любит освещенные солнцем участки тела. именно кадмий. Ну, чуть-чуть можно желтенького добавить, буквально немножко. Достаточно густо, то есть слишком не разжижил краску. Добился однородной смеси. Протер кисть после того, как замешивал краску. Набрал деликатно. И вот таким мазочком, плотным, укрывающим, кроющим, уточнишь лишь только свет. Вот куда упал на тело свет, те места плотно укроешь светом. Причем без всяческих растяжек пока. Только рубленный мазок, плотно перекрывающий следующий слой. Платье чистое белило. Густо. Сначала кистью укладываю краску, стараясь формировать складочки. Смотри. Видишь? а затем возьмешь мастихин и немножечко придавишь, позбиваешь. Похоже? прием простой главный. Не приходится вырисовывать каждую складку. Палец там тоже может тебе стать помощь. По-прежнему палец для работы с фоном применим. Так, что касается камушков на первом плане. Возьмешь коричневый, синий, желтый. Получится такой глухой, зеленый. Сначала им немножко по уточняешь по старым следам синевый. Причем так, чтобы синий остался. Видишь? Кое-где он остается. Не полностью. Не полностью. Коричневый, голубая обозначишь самые темные глубокие щели на камушке. Рощелины. Розовый тоже там присутствует. красный. Видишь, да? Если детально рассмотреть. Ультрамарин. Розовая получается. Фиолетовый. Сразу запомнишь. Ну, я бы сказал так, все краски там есть. Не, понятно, что где-то смешать. Белила. красный желтый. Вот такой нарядный оранжевый. Сейчас зелененький даже получился. Подмешался синий предыдущий. И хорошо. Там есть вот это зеленца. в общем, тоже плотно перекрывая синьку. Не целиком кое-где оставляешь. Хорошо? Коричневый. Новый. Там зеленый присутствует. вот здесь камушек. То есть исследуешь уже цветом. Если до поры до времени я тебе не давал цвет, для того, чтобы не ошибиться в рисунке, теперь, когда у нас рисунок более-менее сформирован, мы можем пойти и в раскраску. Вот здесь желтенького много освещенного. Правда? Ну, думаете, да, у нас, в принципе, под неделю проходит? Здесь зеленой попасевый кустик. Фиолетовая тень. Если ты сейчас ее синькой обозначил, то я постараюсь сделать ее более фиолетовой. Красной с ультрамарином или розовым с ультрамарином. Там, где необходимо выразить цвет без замешательства синего. Сначала тряпочкой подвытришь предполагаемые участки. Видишь, да? Затем кистью плотно поукладываешь мазком. То, что у нас там светло. А? То, что светло у нас там. Да. Ну, здесь камушек стоит. Ну, давай. Вперед. Много чего надо сделать. линию горизонта кто завалил? Не трогаю другу. Кто-то заходил на меня. Кто-то зашел. Кто это сделал? И еще смотри, какая хитрость. Рядом с освещенным участком фигуры фон желательно сделать темнее. То есть сейчас я сознательно задемняю фон. Для того, чтобы еще контрастнее прозвучал свет. Если ты присмотришься в картинку, именно так. А вот со стороны тени фигуры не обязательно этого делать. Там посветлее. Там должна быть свет. Для того, чтобы теневая прозвучала более контрастно. Но все-таки чуть-чуть некого волнения в море я подбавлю. Сразу яркое стало, правда? чуть-чуть желтоты в будущем мысик. Что касается кустиков, кистью сразу с идеей травы. Посмотри. Для наброска этого вполне достаточно. Потом мы будем уточнять все вместе. синий-коричневый как понятие о теневой у куста. Это же слишком много далось. По чуть-чуть он уже запутался в нём. Дело в том, что ему не от чего оттолкнуться. Понимаешь? Когда в первый раз человеку вот он когда видит вот как это сделано он начинает повторять. Слова да, хорошо, я проговариваю. Практика показывает, что лучше сначала набрать не добирая. То есть здесь много чего незаконченного. И дать человеку попробуйте закончить. Вот здесь видишь продолжай тут продолжай с камнем участок твой. Кустик тоже можешь повеселить с помощью зелёных вот таких нарядных ударчиков кисти. Посмотри. С цветочками цветочками пока не нужно. Вот тебе нужна травка сейчас да? Смотришь конкретно участок близко к белому. Правда? Желтоватый. Желтоватый. Но близко к белому. Правда? Да. Значит, берёшь белило, если цвет белый, значит, и близок к светлому, к белому, значит, и смесь начинаешь сбелил. Смотришь, действительно, желтоватый. Удавляешь желтенький. Но есть такое одно. То, что желтый в разбиле не всегда хорош. Его нужно немножечко краснить. Видишь? Тогда он гораздо приятнее. Естественнее. Плотным мазком. Это один вариант. Второй. Мастихина. вот так. Если тебе нужны тоненькие травочки. На ребро набрал краску. Ребром поставил. Повытягивал. Видно, да? Или же просто побил. Да? Ну, на картинке то. Значит, оставляю теневые проявления в траве. Добавляю световых. То есть, с такой идеей подходить. Не закрывай плотно ковром, а привноси пользу. Ну, попробуй мне на глазах. На конек набираешь. Сильней, сильней, смелее. удар на пятку скорее. На пятку. Больше немножко краски. Широко получается. Немножко больше краски и удар идет на пяточку. Вот на это место. на пятку. Ну, давай, пробуй. Сильней. Еще сильней. Я ничего не знаю. следила с мастихином. Ну пробуй. Сильно ударь. Ну так, чтобы не в нокаут, но... Дальше пробуем с мастихином. Ну, по-моему, мастихин это твое. Мне что-нибудь потяжелее. Действительно, мастихин позволяет в своей работе проявить максимум случайного. То есть, если у тебя есть вкус красивому, мастихин это твое. Теперь удар чуть с протяжкой. Меняю угол наклона мастихина и угол удара. Посмотри. Но это тоже не конечный результат. Тут еще должны сложиться листики. Вот желтый в чистом виде. Кислый. В чистом виде не пускай. Не пускай желтого. Что касается камней, мастихин еще как может проявить себя белило. Белило с красным. Меня интересуют светлые освещенные места у камушка. Промешиваю хорошо краску. И вот так уже флошмя укладываю свет. Видишь, да? Причем остаются полосочки. Наплывы краски. Вот эти фактуры тоже использую. Где-то просто мазочек. Где-то подштриховать придется. А где-то даже и пальцем подработать. То есть, помни, что инструментарий у тебя достаточно большой. Плюс еще и кисточки. Чем больше ты будешь использовать инструментов, в простом, как казалось бы, камушке, тем он сложнее будет выглядеть. Мне вот действительно, наверное, проще по участкам. Участок какой-то вот. Да, участок. Участок. Смотри, темнее на фоне камушка, и на него сразу ярче падает снег. Правда? Давай в море еще бирюзового добавим. Чисто? Чисто у нас. Здесь картинка достаточно чистоцветная. То есть, она такая открытая в цвете. Поэтому мы будем использовать чистый. Закрытым цветом называется цвет, который содержит, допустим, себе коричневую серость. слегка, природную серость. Вот Айвазовский, например, практически каждый цвет добавлял черный. Представляешь? сажен газовую. Для естественности. Даже в белое небо. У него приятные какие-то картины, они очень такие. А потом оказалось, что это черная крошица, ну, пагубно влияет на красочный слой. Из-за этого проблемы возникли у реставраторов. Благо он об этом не узнал. Не для них рисовал, а для себя. Ну да. Он же не знал. А в этом случае у нас открытый цвет. Естественный. А? Мне хотя бы больше не нравится. Ну, это дело вкуса. Чуть темнее линию горизонта я предложу. Ну, во всяком случае, попробовать нужно. Ну, а с элитными линиями можно? Да, видишь? Любое время. Любое время. Видишь, я основную задал линию. А теперь я ее разобью. Во-первых, для того, чтобы она стала мутной. Когда мутная линия горизонта, сразу появляется солнечный день. Или, наоборот, дождливый день. Просто высаду. А? Если просто высаду и все. Да, да. Все-таки более отчетливо должны проявиться вот эти горизонтали волнения воды. Мы не можем оставить воду, выкрашенную ровно. Понимаешь? Нам нужно там выражать что-то водянистое. Но сугубо в горизонтали. Тебе еще раз попрошу, никаких кривых сам не проявлял. Угу. Ну, вот и водичка. Давай еще облачков чуть-чуть добавим. Видишь, какие там красивые облака. Штрихом, ребром кисти. Если ранее ты доштриховывал до равномерного, то теперь я как бы не довожу до конца. Видишь? Плоснение краски видно. Вообще светлые облака или освещенные предметы лучше оставлять густыми. А вот тени любят придавленность, не любят густоту. То есть, ты должен для себя так галочку поставить. Цвет рисую густер, тень рисую тонкослойно. Запомнил? Да. Вот такая-то маленькая оторвалась облачка. Так, ну давай вот этот камушек. Решим с помощью мастихины угловой. Белый, коричневый, красный. Видишь, навалы краски. Да? Ну ничего сложного. Понаваливал, наваливал и вот так придавил. Как хлеб на масло. Вот и вся сложность. Еще добавил. И опять чуточку придавил. Не то чтобы снял совсем со шкарек. Видишь, да? Слегка. Подчеркнул форму. Вот это только твой. Таким методом попробуй достичь. Травку тоже чуточку попридавливать. Повытягивать в сторону роста вверх. Мастихины штриховать можно. Видишь? Но для этого, конечно, нужно вещество краски. Чтобы ему было что штриховать. Внизу штриховать. Глубых. Я люблю. Чтобы зашел. Я люблю. Мастихин, что я не могу. И... Где-то буквально плоскость освещенная. без травы, а где-то и проявляются эти травочки. Коричневые. В общем, выискивай сейчас цветовые акценты, а потом пойдем на уточнение. Хорошо? Держи. А вот чем тебе понравилась эта картина? Ну как, и пейзаж, и девушка, все красиво. А я тебе скажу иначе, в этой картине есть свет красивый? Ну свет, да, для фотографа тоже это важно. А, ты фотограф еще? Ну я как бы да. Опять же не профи. Это я к тому, что выразить нужно именно то, что красивое. А здесь свет красивый и это нужно акцентировать. По краешку темнее немножко. Она блондинка? Блондинка, но в тени даже блондинка. Что-то темное есть. Темно. Давай ей не такие седые волосы, как на картинке сделаем. Ну видишь, они аж зеленые. Мы сделаем что-то более вот такое нарядное. Локон. Конечно, портрет отчетливо вытесать в таком размере головы достаточно сложно. Тем более новичку. Портрет лучше брать форматный, крупный. Если такая задача будет стоять. Видишь, я уточняю свет все же. Не рисую линий никаких. Мне интересует цветовое пятно, из которых в свою очередь уже сформироваются формы. Там у нее волосики могли бы растормошиться. Есть у меня портрет, который хотел бы нарисовать. Да? Какой? У меня на телефоне. Покажешь. Это мы можем. Даже вот здесь теневой есть рефлекс. Еще такое дело интересное, что есть световые, а есть рефлексные участки. А рефлексные? Рефлекс это то, что принимает на себя отраженный свет от плоскости. Причем в тени. То есть есть свет прямо падающий на предмет, а есть свет, который отражен от плоскости. И он, как правило, набирает на себя цвет предмета, от которого он отражен. То есть, допустим, у тебя солнечный день светит на тело человека, да? И рядом какую-то большую, большую листь бумаги ты поставишь. Белое свечение появится в рефлексе. Если будет зеленая листь бумаги, зеленое свечение. Ну, это ты фотограф, ты понимаешь? Ну, при фотографии, да, там тоже отражатели разные. Угу. Глаз как просто некое пятно. Бровочка. Все это слегка сбитое. Кисть у нас меньше стала. Кисть небольшая, гораздо меньше стала. Ну, некоторые умудряются и пальцем в таком формате работать, но мне, честно говоря, размер моего пальца не позволяет. Да. И тоже очень нащупывательно иду. Не стараюсь с одного мазка все решить. Хотя, если такое и получается, то я берегу. Берегу ряд мазочек. Ну, может еще больше, красочки туда маловато все-таки. Пошу вот так. Угу. Так же так вот просто. Ну, не во что вмешать новую краску коричневую. Ну, пока пускай так побудет. Сейчас мы и ротик еще на мелком дадим. Не более. Пока. У меня двоцикленно. Позже. Так. Цветочек можешь пока из мазков состоящий. Вот так. Ручку. Коричневый. Желтый. С красным. Слегка зеленая рука там. Правда? Это потому, что напротив нее, скорее всего, находится зеленая рука. Угу. Чуть сиреневее тень, ультрамарин розовый, вот здесь, и не такая мощная пускай сложится. Ты видишь, я использовал вот эту голубую подкладку твою для того, чтобы не плотно перекрыть, а составлением некоторой фактуры щелей, да? Как будто бы камень с расколами. Так. Белила. Мастихином. Теперь, если тень тонкослойная, кистевая, мастихин при таком положении вещей будет очень полезен на свету. когда нужно густая краска. Посмотри. Да? Вот тебе и камушек, который пощупать хочется. немножко сбил. Позади него кустик имеется, как видишь, вот здесь, желтоватый, немножко тут есть такое. такое. И это все при темных листиках в тени, но не без светлого. Вот желтый по-прежнему продолжаешь использовать без красного. Видишь, совсем немножечко туда красноты и уже желтый хорош. он естественен. Она стоит в траве. Трава заходит на нее, перекрывая. Да. Это же хорошо. Мы даже приумножили. Видишь, есть. чуть-чуть разовязано. В общем, разовязано есть. А мы еще приумножили ее и хорошо. Здесь можно плоскость какую-то выровить каменную. в тени содержание нежелательное. выражать. Что-то темненькое, да непонятно что. И пускай в тени внятности не стоит слишком добиваться. Хорошо? Запомнил? Это тоже технический художественный ход. Все, что на свету мы стараемся, мы это художники, выразить. А все, что в тени, как бы не досказать. Вот. А тень будет каким-то силуэтом? От фигуры? Да. А вот же. Ну вот же. Ну именно силуэт. Ты знаешь, она не столько ее много, как хотелось бы. И так. Поэтому вполне достаточно. И так. Ага. Ага. Так. Ага. Ага. Здесь тряпочка. Ага. Чистая. Ага. 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 По ребру Складочки Вот здесь И придавить Обязательно Немножечко придавить Рудку Можешь слишком не выписывать Нет в этом необходимости Буквально Звук света И хорошо Мысик Проявим На заднем плане Некоторые склоны Смотришь Очень так Примерно Очень Еще Травки Освещенные Может быть Цветочков Белило-розовый Белило-розовый Сначала желательно темные Вот такие А потом к ним Рядом По световой Раздать Вот Уже похож на куст Главное Чтобы ты усвоил Этапность Что было первым Что вторым Что третьим В общем надо теорию Сначала выучить Теорию лучше учить В практике В практике Так-то да У меня даже Совсем представления Надо картинку попроще Выбирать Ну Может быть И рисовать 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 Не, вы сказали Что понравится Я выбрал Что понравится Но с одной стороны Да Простая картинка У нас Другой Как бы Ну ты же Конечно Что ты Здесь Не так много Присутствовал Как хотелось бы Но много И тебя было Ну вот Ты Я думаю Полин сегодня Ну что ты Конечно Зато попробовали И мастихин И тряпочкой Кисть И пальцем О, клево Чего Ну мастихин Твое Надо было Сразу Давать Ну он Похож на Мастерок Строитель А он Так и переводится Тавянский Мастерок Да Строительный Ну у него тоже Есть свои А есть что-нибудь Как отбойник Отбойник Художественный Я не в курсе Художественный Отбойник Художественный Отбойник Есть художественный Безопила Художественный Да Из дерева Вырезают Отбойник Я тоже С удовольствием Когда-то Я его боялся А потом Когда работал С ним Одно Удовольствие Вот Давали на выбор Что тебе Отбойник Или Что-то Трава Иногда Разбиваем Вот так Смотри В мутную Ввиду Иногда Состояние Травы Для того Чтобы Не только Набивание А еще И Вот такое Сплошное Что-то Да Для разности Фактур Еще и Белило По краешку И в том Месте Где Тень Граничится Светом Тоже Иногда Художники Преувеличивают Свет Вот Видишь Ну Я думаю Хорошо Фусьма Да Чуть Фиолетового Вот этот Участок Еще Не совсем Пронятен Ну Если Не понятно Можешь Вот так В мутную В общем Чтобы Сделать Что-то Совсем Непонятное Надо Сделать Мутную Или Более Понятное Надо Сделать Мутную Смотри Вот такие Потягушки 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 Твоя Задача Научиться Писать Так Чтобы Тебе Не Приносило Это Мучение Вот Тогда Ты будешь Учиться И При этом Получать Результат В Любой Работе Если Она Приносит Довольствие Естественно Да 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 Приятно Вот здесь Ближайший Камень Поэтому У него Самое Темное Место На картине Только Потому Что Он Ближе Всех Он Он Кончается Вырезанностью У него Есть Вот Такие Прямления Есть Там Еще Есть Кустичек Помимо Травы Еще Можем С тобой Веточек Растущих К К Еще Чего-то Нарядненького Типа Листочки Ну Какая-то Горная Трава Я так подозреваю Что Она На Холме Вблизь Море А вот Это Получился Как будто Такой Тоже Нужно Работать Фактурой Видишь Подкладка Предварительная Снабжается Чем-то Более Фактурным Густым Мазком Мастихина И уже Это Камень У него Появляются Щели Можно Даже Вот так Царапать Или Укладывать Мастихину Так Видим Вот Где у вас Господа Хорошие Ну а что Ты можешь Сказать Такого Что у тебя Сегодня Отложилось Яркого В памяти Например То Пальцами Накорректиров Я Ну просто Не видел Никогда Как это Все Делается А тут Пожалуйста И пальцами Без проблем И Мастихином Все Интересно На первый взгляд Даже Пальцем Рисовать Да А вот Ты понял Когда прячешь Его под Идею Кисти Вроде бы И можно Ну да Те Как бы Те Художники Которых Я видел Они Вроде Как Всегда Кисть Тянет Я Вообще В своей Жизни Тоже Кистьяне Предпочитаю Классицизм Но Новичку Не поверишь Так Почему-то Тяжело Эти кисточки Даются Намного Быстрее Человек Узится Понимать Основное На Другом Инструменте Почему Не знаю Практику Показывает Для меня Это Необычно В те моменты Когда я видел Художников Может они и рисуют Чем-то еще Но именно в те моменты Когда я их видел Они всегда были Только С кистями А вот Это Мы будем Еще чем-то Занимать Я Честно Говорю Думаю Что Нет Потому что Здесь Ну Как бы Это У нас Фоновый Цвет Да А Нет Нет Вот Смотри Я понял Твою мысль Когда Фон Просвечивает Уже В конце Вот Здесь Давай Даже Где-то И вытащим Его Где-то Я понимаю Но Именно Где Вот Девушка В платье Это Хорошо Когда Фон До Самого Последнего Момента Местами Просвечивает Наоборот И Нужно Это Сохранить При Желании Примноры Ну Можешь Что-то Здесь Еще Какую-то Горочку Давай придумаем На дальнем плане Еле-еле Заметную Буквально Силуэтик О Добрый Вот так Ну Что-то Не на острове Ну Да Там Продолжение Река Полуостров Крым Ну Крым Похоже Да Действительно Бураклава Фиолента Ну Да Тут Чай 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 Действительно Вот Это У меня Большая Бураклава В руке Чай Держи Я бы Даже что-нибудь Я бы Попробовал Ты не должна Товшутись Церкануть 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 Чем больше леплю Чем Рисую Это Скульптурная Живопись Даже Объемная На голову Похоже Ну Кстати Да На картинке Голубин Отдает Голубиной Отдает Смотри Сначала Белая Чтобы не напачкать А потом К нему Пристраиваю Темненькая И пальчиком Где-то Вот так Позабивать Плюс Добавить Вот этих Замок На пузике У чайки Должен Отразиться Вот Коричневая Поверхность В общем Коричневая Поверхность Суклона Понимаешь Рефлексом Проявиться Ну это больше Голубь Листит Вот так Красиво Тоже Крупное Сейчас мы Ее тоже Постараемся Белый Плотно Укрываешь Стараешься Поймать Сначала Туловище Форму Туловище Потом К нему Пристроить Крылья Я уловил Что из головы За крыло Теплее Животик У нее Потому что Поверхность Земли Теплая И она Отдает Поверхность Пальцем Можно Подтягивать Красочку Склон Хорошо Получился Как Вон Тут Прям Так Силуэт Еще Парусник Парусника Не хватит Ну вот Насчет Парусника Я же тебе Будем Да Чайки Вместо Парусника Не то Что домашнее Задание Много Перезгруженная Картина Тоже Плохо Ежем КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok